Так всемирно известный композитор 40 лет пересекает порог Орловского муз-колледжа. Уроженец Подмосковья, студент института имени Гнесиных, в Орел Евгений Дербенко попал по распределению. Здесь и пригодился, вопреки пословице. Он у нас в колледже открыл в 99-м году класс гармонии впервые. И теперь, собственно говоря, даже с того времени, до настоящего времени, гармонисты нашего города Орла являются самыми лучшими, самыми сильными и яркими во всей России. Отец известного музыканта любил баян, поэтому вопросов насчет инструмента для сына быть не могло. Вскоре маленький Евгений втянулся в занятия и написал свою первую мелодию. Я занимался на баяне, у нас в саду была такая березка, и там скворец поселился, распевал песни. Вот, а я играл на баяне, и вот, что-то пришла, была такая идея, вот, значит, под эти весенние наперевок скворца появился такой вольсок. Любовью к природе и родине пронизано все творчество Дербенко. Народная музыка – одна из главных апостасей России, считает композитор. Когда человек слышит с детства родные народные инструменты, свою отечественную родную музыку, он, соответственно, и воспитывается уже каким-то патриотом, я считаю, своей страной. Евгений Петрович уже привык к тому, что его музыку народные коллективы играют по всему миру. Включена она и в программу для студентов. Десятки молодых людей, кстати, в Орловский муз колледж приезжают поступать именно на курс Дербенко. Павел Фомин, начинающий музыкант из Брянска, говорит, в родном городе есть где учиться. Да вот беда, Дербенко там нет. Раньше думал, что ученики Евгения Петровича – это что такое, что-то небо и земля просто. Где я, где они. Мечтал давно, то есть с детства, ну, мечта сбылась. Человека, работа, с которым мечта, поздравили с юбилеем и поздравят еще. Посвященный 65-му дню рождения композитора международный конкурс-фестиваль стартует 10 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok